доброго времени суток всем друзьям сегодня продолжаем свое погружение в проекты gta 5 red age rp ну и напомню что в прошлом видео мы кратко ознакомились с тупительной частью которая ждет здесь каждого вновь прибывшего мы прошли три короткие обучающие миссии которые сделаны для ознакомления новичков с механикой данного проекта далее в прошлой части за своей не внимательности я не понял что сервер живет в режиме реального времени из-за этого я не смог понять сколько будет стоить аренда и не взял арендованный транспорт из-за чего пришлось очень много бегать также из-за того что разнятся названия в задании в задании написано мэрия а на карте мэрия называется city hall я не смог ее сразу найти но я в результате ее нашел и сейчас мы направляемся туда на данном проекте мэрия нужно лишь для одной цели это устроиться на работу мы заходим в мэрию и подходим к этой даме как видите на данном моменте у нас есть всего две работы то есть у нас первый уровень и все остальное для нас пока закрыта с открыванием нового уровня открываются новые вакансии мы берем первую какая здесь есть по списку и идем смотреть что это за работа а именно это как мы видим вакансия электрика как это будет выполнено мне на самом деле очень очень интересно дальше будет садовник но это все у нас еще будет впереди ну и потому что я нашел эту мэрию совсем недавно естественно я не знал где находится вход и припарковался естественно не в том месте но зато теперь наученный горьким опытом я не пренебрегаю транспортом если есть возможность я беру в аренду повторюсь что сервер живет по реальному времени то есть то что вы сейчас видите внизу это реально московское время скорее всего московское время на самом деле что-то я даже не сравниваю но аренда в час недорого это реальный час то есть за час можно успеть очень много ну и вот мы подъехали к месту моей новой работы пойдемте посмотрим как это будет выглядеть что мы будем делать пока как выглядит мне нравится работа как видите за воротами надо пройти через ворот есть кп вот мы переодеваемся даже есть логотипчик какой-то она по моему не совпадает с логотипом на стене ну ладно давайте смотреть что нам предстоит делать вокруг слышен звук проходящего электричество через некие трансформаторы и все это создает такую атмосферу рабочую анимация персонажа происходит автоматически я не делаю никакого взаимодействия он сам входит в триггер и начинаете делать некой манипуляции руками создавая видимость работы вот просто надо зайти в триггер и все он начинает работать сам нам же свою очередь остается только перемещаться от точки до точки а вот тут то как раз и возникает некий вопрос зачем распределили так далеко точки друг от друга на самом деле точки выпадают рандомно бывает . вы спамится где-то рядом но бывает и в конце вот этого помещения или как вот как сейчас например да это не самая дальняя . бывает еще в другом углу загорается но тем не менее бегать приходится очень много но так как это начальная работа и как вы видите заработки здесь начисляются по достижению мной по определенной точки да вот я встал на точку сейчас мне упадет денежка там 10 ваксов по моему то исходя из этого я не вижу смысла нагружать игрока бесполезно беготней все равно тут ну не разбогатеешь и не сделаешь так что зайдешь и нафармишь здесь миллион миллионских до неба а вот если бы точки располагались и спамились рядышком прямо буквально вот вот как сейчас вот этот например да вот ну вот это недалеко это нормально но после этого может загореться вообще в другом углу и надо туда бежать вот сейчас я даже не знаю где они вот сейчас опять нормально вот так вот они должны были бы быть на мой взгляд мне кажется что вот таких проектах очень важно нащупать вот эту золотую середину из простой казалось бы работы да не сделать тугомотину и скукоту и дать начинающему игроку как можно быстрее закончить вот этот начальный этап развития и продвинуться вперед начать следующий шаг ну и вот если взять примером меня то я пришел на остров на этот на этот проект у меня нет пока не денег не опыта то есть я не продвинулся в прокачке уровня но и посему мне придется проводить достаточно большое время до в подобных локациях ну исходя из всего мной вышесказанного мне кажется что разработчик просто должен делать подобные места более быстро проходимые и менее скучные но и как видите я прервал свою деятельность на этом предприятии но не потому что мне надоело ли не хочу прокачиваться нет просто дела в реальной жизни действительно заставили меня выйти вернулся я уже ночью опять пришел сюда же потому что денег как не было так и нет надо их где-то брать и но и вас нет другого варианта я пришел сюда чтоб немножко подкачаться набрать уровень может быть удастся перескочить сразу через уровень пока я не этого не знал но и надо сказать честно что хоть я пришел со свежими силами и думал здесь посижу покачаюсь то хоть и по 10 долларов но все равно какие-то денежки я за работу нет меня все равно надолго не схватила потому что все-таки скукота берет свое я еще немножко побегал и пошел увольняться чтобы посмотреть какие еще есть возможности заработка и вот тут следующая проблема это опять проблема транспорта своего транспорта здесь не купить повторюсь чтобы купить свой транспорт надо сначала купить дом и чтобы быть хоть как-то мобильным вам нужно добежать до ближайшей точки аренды транспорта но в моем случае это всегда мотороллер он не всегда пока она на первых порах это мотороллер он самый дешевый но было бы удобнее если бы его можно было купить в собственность и в любой момент когда я захожу на проект захожу на карту чтобы я его мог тп на себе и вот на прошлом моем подобном проекте я как раз вот эту функцию поставил как плюс тому проекту потому что там такая возможность была была такая механика вызвать машину в любую точку и да пусть это не мега реалистично но зато это здорово помогает быть более мобильным на таких огромных картах и таких огромных расстояниях ну а сейчас вы видите как до меня докопались ребятки окружили меня попросили постоять и начали задавать вопросы поначалу я думал меня хотят просто развести потому что подбежали одни с вопросами и мужика не знаешь где денег срубить но в общем это моя первая рп на подобных проектах но все закончилось благополучно ребята помогли мне разобраться в менюшках помогли мне понять что мне вообще надо делать как действовать и даже помогли деньгами хотели еще помочь мне ввести некий код есть у них на сайте страница вк есть какой-то код я его не знал я не заходил не вк не заходил на сайт не посещал форумы я как обычный игрок увидел что есть такой проект зашел и путем и методом своих же проб и ошибок пытаюсь понять все и пощупать своими же руками они же мне подсказали на в какие пункты меню надо смотреть что надо прокачивать как пользоваться телефоном и какой надо туда убить промокод промокод надо было убить просто gta онлайн но ребята не сказали мне что надо писать в одну строчку а то есть без пробелов просто gta онлайн одной строкой я подумал что они надо мной просто прикалываться нашли новичка лоха и издеваются но нет они догнали меня уже у самой мэрии и более подробно разъяснили как надо вписать что не надо делать пробелов я попробовал действительно код ввелся за что конечно же спасибо огромное ребятам зря я на них подумал что они хотели меня развести все получилось спасибо еще раз помогли вообще подобная практика взаимопомощи вновь прибывшим пробившим новичкам она всегда привет приветствуется такие вот ребята как вот эти спасибо им еще раз они создают лицо проекта они создают дружественную атмосферу на самом проекте что позволяет игроку быстрее влиться в текущее действие ну и расчувствовавшись от полученных денежек от полученного пин-кода я что-то даже забыл зачем пришел в мэрию начал ходить бродить здесь смотреть на местные красоты ну надо сказать что бета есть бета все-таки на схожие проекты в армии конечно такого там не увидишь никогда да там пытаются модмейкере что-то сделать но вот до этого им далеко смотрите сколько здесь еще помещений всяких разных которых я в игре в самой даже и не видел а здесь все есть но красиво очень красиво атмосферно ну и вот мы опять подходим к этой милой женщине пожалуйста у нас уже открылась еще одна новая вакансия то есть не зря я потратил время бегая от точки до точки электриком это принесло свои плоды и вот у нас уже есть одна вакансия почтальона но для начала мы посмотрим на вторую из верхней строчки это так называемый газонокосильщик да но я его называю садовник ну и пока мы едем до нового места работы надо еще сказать что все вот эти начальные места работы они находятся недалеко от мэрии поэтому так и так скажем пошаговой доступности хотелось бы сказать что вся как вы поняли уже трудоустройство происходит через мэрию не знаю насколько это хорошее решение мне пока что не с чем сравнивать как я уже говорил я новичок на этих проектах но вот предыдущий проект мне понравился больше там трудоустройство происходило прямо на месте работы приходишь на работу там же устраиваешься там же и увольняешься здесь же все завязано через мэрию с точки зрения реализма он конечно немножко бредовенько но зато с точки зрения геймплея мэрия является таким связующим звеном да там всегда все встречаются как вы видели там много людей много машин на это такая общественная точка вот с точки зрения геймплея это хорошо но тем не менее мы вот приехали на следующую работу как видите ничего сложного нету подъезжаете садитесь на микро трактор и начинаете движение по триггерам вот единственное что мне в этой работе не понравилось она надо признаться что она лучше чем и работа электрика здесь все таки не так скучно но мне не понравились вот эти вот ведущие в небо красные столбы они как-то убивают атмосферность что ли ну и понятно конечно да что заснеженная поляна по ней едет и газонокосильщик в шортах посреди зимы это тоже не как бы не предел атмосферности но зимний мод рано или поздно снимут и здесь будет зеленая лужайка а вот эти красные столбы они так наверное останутся я не знаю если еще какие-нибудь механики в gta 5 заменяющий вот этот вот способ там например чтобы трактор ехала собирал действительно там что-то подобие травы да и за процентность там шла одна зарплата ну или какие-нибудь флажки хотя бы вместо вот этих вот красных триггеров поставить не знаю мне кажется что в самой гташки даже и нету никаких похожих механик кроме как вот езда по триггерам ну и как вы видите все я закончил работу так как мы находимся на рп сервере я как положено задом припарковал трактор и вот мне выскочила табличка что если в течение трех минут не вернусь за работу да то я буду уволен в общем-то это одна из тех механи которая идет на пользу да то есть мне не надо ничего делать я просто в течение трех минут не буду возвращаться и все я буду уволен с работой буду то есть и могу уже устраиваться на другую чем я в общем то сейчас и хочу заняться эта работа тоже так достаточно скучненькая но повеселее чем электрика ну я возвращаюсь обратно в мэрию чтобы посмотреть третью работу которую нам уже доступна это почтальон и вот как я и говорил видите тут всегда много машин кто-нибудь бегает это так называемую точка сбора общественная мог побежал такой же кепка какие тоже наверное ищет работу но мы идем брать новую работу будем теперь работать на почте посмотрим да мы увольняемся с этой вот видите надо все время приходить сюда и устраиваемся почтальоном все нам доступна новая работа я думаю если бы я подольше вот как я электриком очень долго провел время в этом заведении если бы я также долго поездил на газонокосилке нам бы открылся и четвертая работа но я потратил очень мало времени на то чтобы покататься на газонокосилке поэтому естественно и экспириенс я получил очень мало на видео наверное было не видно но работа газонокосильщика она как бы круговая там делаешь круг и заканчиваешь вот возле того места где он стоят все трактора и начинаешь новый круг но я сделал всего полтора круга ну вот мы уже кстати подъехали здесь находится почтовая служба хотя по-моему написано что это проще ну ладно не суть и вот тут господа я сделал вторую свою ошибку на этом проекте видите два триггера вот этот вот слева это устраивается и увольняться на работу а вот это вот получать транспорт чего я кстати не сделал я взял посылки 10 штук дается и сел на свой транспорт и поехал кстати вот так вот развозить посылки не получится придется поставить мотороллер слезть него и вручную доставить посылку но вернемся к тому что я неправильно сделал надо было взять транспорт во первых этот арендный он стоит денег во вторых я не заметил что у него кончается бензин рабочий мотороллер был бы и бесплатный и с полным баком бензина и вот тут я пошел посмотреть на цены в магазине ему опять как видите оставил заведенным цены на самом деле вот такие вот можно посмотреть но это дорогой магазин здесь как бы уже так скажем элитная что ли техника он может не супер элитный но тем не менее она дорогая здесь этот магазин дорогой может дорогих машин более дешевые я потом покажу дешевые начинается вот 15000 но здесь вы сами видите какие цены ну машинки представлены практически все как я уже говорил нашего отечественного транспорта здесь нету здесь только импортная техника а будет ли перспектива хотя бы наша отечественная техника я даже на самом деле не знаю это наверно можно посмотреть в группе вконтакте или на форуме на сайте где-нибудь там ну скорее всего нет ну и вот я вышел из магазина не понял почему меня трясет а оказалось что нет бензина я пытаюсь ехать а вместо этого меня трясет да блин я опять все из-за своей невнимательности нашел себе приключение на задницу как и в первой части я пожадничал правда не посмотрел чему равен час и сколько это стоит из-за своей жадности я пробежал весь остров то что ж я опять бегу как видите и опять из-за своей невнимательности за своей глупости ну а то что со мной произойдет дальше наверное посмотрим следующей серии ну а пока у меня все всем пока увидимся в следующем видео до новых встреч